За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха? Так ведь она его снаха! Дорогие друзья, с махатерой канала у нас в гостях сегодня Этого не может быть, друзья! Друзья, позвольте мне официально, громко заявить Перед вами рекордсмен, абсолютный рекордсмен Человек, который вошел в книгу рекордов Куда мы записываем наши рекорды? Десятое появление Валдеса Пельца в программе СВАК! Десять! Валдес! Это букет от Андрея Макаревича Не-не-не, не отобьешься Ты мне дал слово в девятой программе, если помнишь То, что я давал слово... Нет, мы с тобой... Слово Урганта это алмаз Значит, ты мне дал слово, что у нас будет Мавзолей Мы с тобой на Мавзолей Приветствуем Идут поросята с ребрышками в руках Идут арбузы Идут пельмени Мы им говорим Вам пельменям лучше держаться вместе Валдес, мы договаривались с тобой об этом Ваня, пройди за арбузом Пройди, я пройду Валдес, ты на Мавзолей А я несу дары Друзья, аплодируйте Валдес, пельмени Валдес, пельмени Десятая программа Ты должен был меня сейчас приветствовать от лица Арбуза Арбуза? Валдес, подожди Я буду тебя приветствовать А я тебе должен был кричать Наливайтесь, наливайтесь Наливайтесь Арбуза и дыни Арбуза и дыни Ну ладно, хорошо Я, я, я В конце концов без претензий Я люблю программу А можно деньги? Можно просто деньгами Да Просто мы тебе в конверте Дадим пухлый конверт тебе В конце программы Пухлый конверт Знаешь, всем дарим Точно Соковыжималки Дарим всем эти На продукты Какие-то все А тебе просто дадим лаве Можно тебе Соковыжималку А в нее пухлый конверт Можно Мы тебе набьем Вот эту емкость Просто бабками Крупными купюрами Друзья Прямо сейчас Валдис Кель Юбилейные дни Более того Скоро Валдис, у тебя же юбилей Да Маленький Поверить в это Просто невозможно Вот я Я могу тебе сказать Вот у всех моих товарищей Вот буквально Ближайшие вот эти дни Вот этот год Прошлый год У всех юбилей И поверить Что вы все Подошли к этому возрасту Невозможно Потому что У меня ощущение Что вы Ну вам всем По 36 лет Но тебе-то это очень приятно Потому что ты понимаешь Что у меня будет 45 А тебе-то 34 Это не имеет никакого значения Потому что мы выглядим Как ровесники И не в мою пользу К сожалению Это сравнение Понимаешь? Не в мою А вот то что тебе 45 Очень много работаешь Подожди А то что Кольки Фоменко 50 А то что Сашки Цикала 76 Вот как это может Складывается все То что Макаревич 107 мы отпраздновали Недавно Валзис Я не знаю Что мы будем готовить Мы будем готовить Что-то Что-то будем готовить Например Мы приготовим Спагетти С морепродуктами И сделаем Ты помнишь Ты бежал за мной После 9 Смака И кричал После 9 Класса А я рассказывал Как я познакомился С Валзисом Я рассказывал тебе Как я с тобой познакомился Потому что Помнишь Это очень интересная история Более того Это связанная история Со смаком Я ее готов рассказывать Когда мы начнем Что-то Давай Приготовим смусис Сначала Давай Как бы Закроем вопрос Что мы тебе дарим В конце Приготовим смусис Значит Тогда чистим манго Я пока Запульну В нашу воду А не Я добавлю туда Оливковое масло В воду И соль Это же Добавил Это же Папайя Вот манго Правильно Рис из манго Спасибо Валдис А зрение у тебя уже не то Заметь Валдис Да ты что Маленький Не замечаешь Как нам лучше Дай мне оливковое масло Оливковое масло Тебе вот такое Пожалуйста Раз Друзья Рассказываю историю Как я познакомился С Валдисом Петчем Было это На уникальном мероприятии Открытие Ресторана В городе Ленинграде В Санкт-Петербурге Открывал его Андрей Макаревич И Валдис Петч В статусе приглашенной Звезды Тогда у меня был такой статус У тебя Валдис этот статус Поверь мне Будет с тобой Всегда И Валдис Был приглашен туда И мой отец Известный Петербургский предприниматель Андрей Ургов Гурман Гурман Предприниматель Взял меня Голодного мальчика На халяву Покормить И я оказался Друзья Я учился Тогда Петуте На первом курсе Или на втором И я оказался Среди Вот всего Этого Просто цветника Как в случае С Валдисом Или ледника Как в случае С Андреем Макаревичем Я Валдис Могу тебе сказать одно Ты А у тебя тогда Вот это был 96-й Наверное 95-й год Это тогда Уже был установлен Рекорд Гиннесса В программе Угадай мелодию 132 миллиона Наверное Такого никогда не будет Уже Валдис У тебя точно У меня точно не будет 132 миллиона Помоги мне Это одновременно Посмотрело Людей Это по всему СНГ Ну какая разница Ну это в Америке Это вообще Это не было Я могу сказать Уопро и Уинфри 62 Рекорд Но Тогда не мерили Китай Вот если их замеряют Я боюсь Мы будем с НК Знаешь Китай Аршином русским Не измерить Вот так я сказал Я могу сказать Друзья Это Вот хотите верьте Хотите нет Но Валдис Всегда Я не знаю Я уверен Что никогда в жизни Больше Этот рекорд Не повторится Хьюстон у нас проблемы Хьюстон у нас проблемы Что у нас А нет У нас нет проблем Мы прямо в гребешки Гребешки и креветки Мариновать их будем Прямо в В процессе жарки Да нет В посуде для гребешков Значит Дело в том Что мы будем готовить Спагетти С креветками и гребешками Но не просто С креветками и гребешками С этим манго Вот знаешь Как-то Главное Не бойся Испачкать руки Никогда Не бойся Испачкать руки На кухне Макаревича Да Так Так вот Я подошел Ивалдис Сказал Очень приятно И так здорово Ваня Все Ивалдис был таким Совершенно Подожди А я тебе сказал Что тебя ждет Большое телевизионное будущее Тогда Нет Не сказал Ты сказал Ты просто не помнишь Я обязательно Я помню Усатого мальчика Это Якубович Метр девяносто два Якубович Тебя подвели его раньше Метр девяносто два Якубович Тогда я еще не был Метр девяносто два Я как его увидел Он шустрый такой И тут подъезд И тут подъезд И тут поможет Что-нибудь поднести Порезать И подъезд Опять Знаете Я им говорю Далеко пойдешь Далеко пойдешь Гад Вот тогда я понял Что Ваня ждет Великое телевизионное будущее Ивалдис Был ко мне Чрезвычайно добр Вань Значит Когда нас Леша Кортневым Андрей Вадимович Макаревич А скажи Это когда было? Это была новогодняя программа СМАК И мы каждый Приготовили по три Крепких алкогольных коктейля Я был Дедом Морозом Леша Кортнев был Снегурочкой Ну естественно А Андрюша был Мальчик Новый год Естественно Антологически Андрей Макаревич был Мальчик Новый год Да Ну а в гостях Даже смешно сказать Дед Мороз Снегурочка Я вот Предлагаю Нашим уважаемым телезрителям Как мужское начало Коктейли Которым спаивают дам Смуром Вот для этого Есть коктейль Я его называю Снующий в крыжовнике Берем напиток Наливай И наливается половинка Ровно Аккуратно Потом берется текила Белая Тут дамочка конечно Как завизжить Зачем мне текилу? Это крепко Это крепко Это крепко Ты говоришь Не бойся дура Главное уговорить Ее выпить первую Пойдет Своим чередом Про ее и ферму В втором случае У нас была Пьяная мужеподобная Снегурка С щетиной Поскольку мне пить Мешала борода То бороду я перенес В сторону правого уха Вот Залихватский Дед Мороз Вот И Веселый пьяный Мальчик Новый год Выпив по 9 Очень крепких коктейлей Таких мужских Мы попрощались С телезрителями Нет Мы попрощались С телезрителями Друг с другом Но программа продолжилась Знаю вас ребята Слушай Ну вот как все таки Понимаешь Нас всех объединяет Макаревич Удивительное дело Вот смотри Ты провел 10 выпусков Ты провел В качестве гостя Да и Соведущего Валдия Чего мы будем Друг друга обманывать 10 выпусков С Мака Я Ну 200 315 315 А Макаревич Провел 4782 Выпуск Это ты врешь Это я не вру Он не был там 4782 Я тебе объясню Он просто Многие же не снимались Выпуски Более того Он Те которые репетировал Дом Он тоже их засчитал Он засчитывал все Он пошел в хамам И провел смак Понимаешь У него же все просто Раз Встал в пробке На Кутузовском Провел смак Быстренько маленький Так Валдис Дай мне чеснокодавилку Валдис секунду Даю тебе чеснокодавилку Давайте мы друзья Расскажем сейчас Нашим зрителям Подожди А что ты надел Ты что сотворил Вань Ты зачем Попа А ты не смешал Все нормально Нормально Но зачем ты ее чистил Мы ее не собирались Смуся добавлять Хотя Валдис Хотя Я тоже хочу Соговожевалку Дай мне чеснокодавилку Валдис дорогой Чеснокодавилка Находится Покни пальцы Вот она Вот она Прости Вот она Забирай ее Я просто дорезаю Манго Манго начал темнеть Ну не знаю Не знаю что сказать Я если честно Слушай Я не могу Я тебя об этом не спрашивал Я прочитал Что оказывается В книге рекордов Гиннесса Находишься не только ты Но и Дочь твоя Да Уже бы тысячу раз Об этом говорили Я не понимаю Ну ладно Ты лезешь туда Но дети твои Четырнадцатилетние Прыгают под Атлантиду Под Антарктиду Залезают А там как раз Под Антарктидой Какая температура воды там Там где-то Градус 3-4 Ну она же в сухом гидрокостюме А ну это многое объясняет Нет Другое дело Конечно Сухой гидрокостюм Надо сдать Надо пройти Малдис Я просто Знаешь Я в сухом гидрокостюме Подойду просто к Антарктиде И он станет мокрым сразу же Но осторожно Он будет сухой Все же не пройдет Слушай Ну это же Ну не знаю Это страшно Мне кажется Два таких человека на планете Ты и Джеймс Кэмерон Кстати Ты следил за его Я ему очень люблю Вот ты бы хотел Как она называется Дьяволь Как это Марианская впадина Нет не Марианская впадина Там еще называется специально Дьяволов пупок Дьяволов пупок Потому что он чуть-чуть глубже Да Так Теперь я начинаю мудрить с маринадом Тебе кстати не интересно Как я мудрю с маринадом Вообще нет Валдис Скажи Я все Я заткнул Я хотел Просто я у тебя хотел Задать тебе один вопрос А не ложки Я когда Да Ложка чьего Это густой Я хотел тебе задать Вот какой вопрос Джеймс Кэмерон Сделал это В абсолютном одиночестве Да Чем это хорошо Но ты бы Вот так вот Тоже тебе бы хотелось Одному Ну там же черт и что Я не хочу хвастаться перед Андреем Макареевичем Передаю портрет Но мы технические дайверы Очень часто ходим в одиночку В темноту Это сплошь и рядом А скажи мне Что чувствует человек Когда один В темноту Я понимаю там Рыбки Египет Глубина 16 сантиметров Как я плаваю обычно Да Но там темнота Ну Никого Ваня скажи А как ты спишь? Я сплю так же В ночнике? Нет Нет Я сплю так же Но хорошо Но я то сплю Прости меня Я перестал спать в гидрокостюме Последние три года уже Мне жена запрещает Говорит Ты ластами бьешься об стены Потом дети думают Что их папа ихтиандр Нет Ну про мед Я знаю Да мед В принципе я не очень люблю мед Потому что Поэтому я отойду от классического рецепта Который гласит Что нужно ложек пять туда бабахнуть Я бабахну туда меньше ложек Друзья Давайте я сейчас быстро подытожу Потому что мы действительно готовим Значит Валдис Пельш Да Делает маринад для гребешков Да Который состоит из густого бальзамического уксуса Меда Оливкового масла Жидкого бальзамического уксуса Жидкого бальзамического уксуса И уксус Нет Зазаичек И выдавленный чеснок Да Я в этот момент почистил манго И папашку Да Папайя Папайя Так Этому маринаду надо стоять два часа Поэтому давай подумаем Может мы книжку почитаем какую Два часа? Да Поэтому я на секундочку Валдис тебя покину У нас короткая реклама на первом канале После которой мы вернемся И вы узнаете Почему в Балдавии Папу Римского называют папайя Мама Почему когда дядя Виталик от нас уходил Он винт от мясорубки В задний карман положил Астрид Лингрен Малыш и Карлсон Дорогие друзья Смотрите на канале У нас гостят сегодня Валдис Пельш Десятое Юбилейное шоу Десятое Юбилейное шоу Вот так вот Валдис Давайте Может побольше сделаем Сделай побольше Все Молниеносно сейчас Вот все Видишь сразу пошло быстрее Кипит вода Мы туда добавили Оливковое масло Соли мы туда обязательно добавили Пуляем туда макароны И мы засыпали много макарон Да И Ну Отправляем Наш маринад Который у нас стоял два часа В холодильнике Два часа постоял маринад в холодильнике Маринад Вот он Вот он И пуляем его на сковороду Кои Ю мы тоже сделаем Кои Ю подожди Подожди Давай вот здесь Что именно ибо Остап не знал Да? Ну да Маслица тут нет Маслица обязательно Значит Осталось совсем чуть-чуть Это обжарить Гребешки с креветками Гребешки и креветки в маринаде Да Они когда обжарятся Им станет хорошо Мы им добавим сливок Добавим сливочек И туда положим макарошки Я предлагаю На макароны Потом Ложить Приготовленные нами Я доходчиво сейчас объясню Ты абсолютно правильно Так Ну вот ты меня хвалил 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 Какой-то страшный Такой Какой-то страшный Ну если честно Валдь Я прости Тогда я тебя Иван Я тебе предлагаю Войти в историю Я тебе периодически Предлагаю Войти в историю Ты что-то идешь Своим путем Да Своим Колченогим Околистым путем Когда есть прямые Этим летом Назревает Глобальный рекорд Мира По построению Больших формаций В парашютном спорте 222 россиянина 222 россиянина В Неве Одновременно прыгают 12 самолетов Выпрыгивают И собирают фигуру Я там буду Можем До августа Поднатаскать тебя В крайнем случае Мы тебя веревкой Привяжем к себе А можно меня привязать Не к тебе А к самолету Чтобы я как Порвет Чтобы я как флаг Летел за вами Дело в том Что ты Рано или поздно Откроешь рот А скорость Дисонтерна Зная меня это произойдет Рано 220-230 км в час Мы выпрыгиваем Потому что самолет Летят в строй И тебя порвет Валдис скажи А могу я стоять на земле В белом сицевом платье И махать вам платком Нет Нет С другой стороны Ты можешь Быть ведущим Церемонии Честования героев Я Тут только рад Договорились Все я тебе звоню Бесплатно Бесплатно С удовольствием За твое удовольствие С удовольствием Валдис Когда мы Отказывались Бесплатно работать Валдис Ну если честно Почему Почему именно 222 Потому что до этого Был рекорд 221 Нет 201 сейчас рекорд Где ты нашел Это очко из людей Это было установлено Нашими же Кстати А ты же тоже Принял участие Нет В рекордных попытках Я прыгал Но они все были неудачны В день когда Рекорд состоялся Меня не было На дроп зоне Мне пришлось уехать И поэтому эти гады Прыгнули без меня Свинии Ну ничего Я не обижаюсь Ребята Я хочу обратиться Ко всем людям Которые Собираются Устанавливать рекорд Валдис Человек У которого рекордов Уже 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 не хватает Дома места Куда ставить Рекорды Рекорды И поэтому Убедительная просьба Валдиса Звать на все рекорды Которые существуют Валдис Ей 10 лет уже 10 лет? В декабре 11 Пора нырять Младший сын Еще 8 лет погуляет Ну ему 3 просто Пока Дай ребенку хоть пожить А под водой Чем не жизнь под водой Вот спроси меня Находил ли я Допустим Затопленные корабли С сокровищами Валдис Да знаю тебя Но Смотря на твои часы Вот Вот часы купил Дом построил Дом построил Видишь как выиграл Валдис Ну ты Ну серьезно Ты находился Я уверен ты находил Да он дом построил себе Спроси Встречал ли я Валдис А ты встречал Морского дьявола? Встречал А жену его Ольгу Дмитриевну? Встречал А ты спросил И что? Валдис И что? В клочья В клочья Вот А скажи А видел ли ты Валдис Ну вот давай так Самое странное существо Которое ты видел под водой? Лиффиш Лиффиш Да Это Она очень похожа На рыбу-лягушку Это такая Психоделическая рыба Она стоит на боковых плавниках С чудовищно несчастным лицом Но Лиффиш при этом Очень ядовитая Она ярко-желтая Вот такая вот А небольшая Ярко-желтая У нее очень ядовитые шипы Она дико смешная Потому что Это все несчастье Ты начинаешь смеяться И тут-то она тебя И хова Как на концерте Я бы для самоубийц Сделал бы такой Ну потенциальный самоубийц Она может убить прямо Да, конечно Лиффиш, естественно Я бы для потенциальных самоубийц Сделал бы такой Революционный курс Вот выводил бы их На точку, где она стоит И вот У тебя все в жизни плохо Ты решил покончить жизнь Засунув голову в духовой шкаф Да? Мы тебя туда Ну да, правильно Мы тебя туда Ну потому что у тебя все плохо Конечно Мы тебя туда И ты понимаешь Ей хуже, чем тебе Тварь Валдец Позволь я Давай, да Проконтролируй, пожалуйста Чтобы они не переварились Потому что я ненавижу переваренное Аль денто Аль денте Аль денте Лучше она будет чуть недоварена Ты знаешь, меня что-то не устраивает Что, поактивнее включить? Ну какая-то она такая Да все нормально Что ты, я не знаю Торгуешься Отличная плита Ничего не подгорает Мы ее обменяли на оператора Ничего не прилипает О, пошло Сейчас пошло, верю Ну как? Ммм, хрустят И мало соли Валдис, мало соли You welcome Давай Я уверен, что ты абсолютно придерживаешься моей точки зрения Что самый главный вкус в пасте это соль Да Количество соли верное Позволяет пасте быть вкусной Так, и большой Вкусной, наверное Вкусной, наверное Валдис Да Я не знаю, я не помню, задавал ли я тебе этот вопрос Ты еще раз об этом разговариваешь Но А ты не пробовал Не хотел бы ты объединить Прыгнуть с самолетом Не, 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 не Я думал, что смусит Нет, есть Ну, ну, слушай, ну У нас есть Как бы, назовем так Многоборье такое Да, у нас есть такое многоборье Это называется буги Это такой праздник парашистов Когда парашист приезжает на другую зону И валяет дурака Ночные прыжки совершают с фонариками Есть прыжки, когда самолет летит на малой высоте Над рекой Допустим, на 100 метров Это называются прыжки со сверхмалой И парашютисты десантируются в реку Единственное, что они не берут свои дорогие парашюты А берут отечественные А сколько парашют хороший? Я бы даже не знаю Я не приценивал Хороший от 6 до 7 тысяч Долларов, да? 6-7 тысяч долларов А на сколько его хватает? Ну, а ты же потом его как подержанную машину продаешь Серьезно? Да, естественно А сколько раз ты с ним можешь прыгнуть? Ну, тысячу прыгов сделал, продавай А тысяча прыгов, это, я не знаю, в твоем случае Это сколько? Это месяца два? Нет Знаете, я прыгаю не так часто Для своего удовольствия делаю там От 30 до 60 прыжков в сезон Так вот, они прямо в воду и топят парашюты И топят парашюты, им не жалко Десантные купола, да Тогда я задам тебе другой вопрос, Валдис Вопрос, который лишен юмора вообще Давай Вот ты говоришь, ощущение, что ты говоришь про игру на детской площадке Что про погружение вниз, что про прыжки с самолета А для меня, это, я просто представь тебе могу Это вот так вот ты к этому относишься Я не могу сказать, что это не тема для утренней программы кулинарной Но история с актером Завьяловым, которая произошла прошлым летом Она произошла на наших глазах Это было в первый день, когда мы приехали все на рекордные попытки То есть это происходит рядом все, да? Да, но это происходит, к сожалению И это периодически происходит Поэтому я говорю, это не тема для утренней программы Это не тема для утренней программы Сливкин Друзья, быстро, Валдис, короткая история Сливки в соусе, замаринованные морепродукты уже дошли У нас все готово для смуси Паста сварилась Валдис Пельш залил только что сливки в соус Паста сварилась У нас здесь готово все для смуси Короткая реклама на первом канале Юбилейный десятый гость Валдис Пельш Десятый раз Валдис Смаки У нас короткая реклама, после которой мы вернемся Вы знаете, что мюсли в переводе с эстонского означает инесса Я знаю, что ты обо мне думаешь Приготовь-ка ты мне мать с бульончиком, лапши Партизаны заждались уже ее в лесной тиши Старинная белорусская песня, мои друзья Смаки на первом канале У нас в гостях сегодня Валдис Пельш Валдис Слушай, очень вкусные апельсины у тебя У меня очень вкусные апельсины, но у меня еще вкусная паста А давай-ка прямо ее сюда Давай Давай Да, соус загустел, пуляй Мне, как ты понимаешь, качество уже не важно Нет, посмотри, какая паста Они уже все равно скажут Аккуратно Мастер Мастер Перемешивай, а я, Валдис, с твоего позволения Быстро сделаю Значит, кидай манго Кидай клубнику, кидай малину Старин Все Апельсины? Нет Найм Манго Что еще туда? Клубнику, малину Что еще, кроме малины, клубники туда? Все А эту? Ну давай, ну, чуть-чуть Точно, Харе Все Все, глуши Значит, друзья У нас, друзья, готово следующее У нас напиток, имя которому смусим Ну давай, ну давай уже тогда назовем его, я не знаю Назовем его Субботний утренний урган Субботний урган Нет уж Для того, что мы туда добавили папайю, я никогда не добавлял папайю в смуси Поэтому вся ответственность наиваним Туда добавляй йогурт А теперь внимание К нашим спагетти Как-то Карл Пятый сказал О, как бы я мечтал Чтобы у каждого моего крестьянина была курица в супе Хач Хач, вот так Это называется спагетти Ой, спагетти Ой, это я знаю Это с морепродуктами и красной икрой Ой, и сливочный сок Посмотрите Ой Вы смотрите Ну дай я покажу Это же великая вещь Показывай, показывай А мы добавляем в тарелках или прямо сейчас? Я думаю, что сейчас А зачем тебе ее перегревать? Скажи мне, пожалуйста В тарелках? Да, конечно Тогда я несу тарелки Более того Как ты понимаешь Как ты понимаешь, Иван А ты понимаешь Что никогда не делайте смуси в соковыжималке Делайте их в блендере Валдис, дорогой Все было бы просто Если бы это не была специальная машина для приготовления И смуси, и сока И ты убедишься в этом Посмотри, какая вещь получилась Посмотри Так, это мы убираем Ну, в общем-то, готово Сейчас, секунду И для этого мы берем Два Иван Вы знаете, Иван Папайя неплоха О, о чем вы говорите Вот, смотрите Единственное, что он получился очень густой Очень густой Но это такой получился у нас Получился у нас Я бы сказал, что это завтрак Да На самом деле, да? Утренний Иван Ургант Эх, Валдис, Валдис Ну что же Это можно есть совершенно спокойно При помощи При помощи Вот возникает один вопрос Какого Какого я вдруг арбуз притащил еще, да, сюда, Валдис? Какого что? Арбуз мы не забыли туда добавить? Я не планировал Правильно И я не планировал Держи, Арбуз Нет, стой, стой Мы можем красиво украсить Арбузными корками Не надо Арбузными корками Чего тут Красоту не испортишь уже Ничем Так, смотри-ка Раз, два Вот эта особенно ложка мне нравится Кто-то украл и положил вместо этой вот эту Так, давай-ка Че, 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 я как раз тебе готовлю Чтоб тебе больше гребешков досталось А я могу, Валдис, сделать следующее Ты можешь пойти за подарками За десятью подарками Подожди, Валдис Да Я быстро проговорю, Цент Проговори Значит, мы берем гребешки Да И креветки И в маринаде, состоящем из Чеснока Чеснока Мёда Мёда Густого бальзамического сока Жестого бальзамического сока И оливкового масла Оливкового масла Соли Угу Маринуем их часа на два Да После чего мы их обжариваем на сковородочке Да Добавляем туда сливки Да Доводим сливки до густения Начинает соус густеть Добавляем туда сваренную в соли и в оливковом масле и в воде пасту Совершенно верно Перемешиваем, добавляем красную икру Угу А смуси мы готовили так Взяли, что Бог послал Более того, эта так называемая история Не было бы счастья, да несчастье помогло Потому что Ваня взял, да почему-то почистил папайю И мы решили, ну не пропадать Давай сюда папайю, да Но будем Будем, Валдис, дорогой Спасибо тебе О А это вещь, друзья Да А это уже вам Слушай, а как поменялись морепродукты А это вам на фонбоны называется За счет вот этого маринада Да Ммм Да, друзья, Валдис Ой, Валдис Скажи, а твои друзья по прыжкам, по грибкам Да Ты им что-нибудь готовишь? Да А вот что ты готовишь там? Ну, в небе обычно у тебя времени ни на что не хватит В свободном падении Разводишь им лапшу А под водой мы выпиваем обычно Он как-то есть не хочет Ммм Мм Валдис Дорогой Знаешь, вот я очень люблю программу Хочу, чтобы она всегда была какая-то очень интересная, насыщенная Давай вот сейчас для драматургии Ты мне даришь подарки Потом говоришь И Валдис, мы тебе еще что-то хотели сказать Мы больше тебя в смак никогда не пригласим И финальный кадр Коридор Я такой грустный, волоча подарок, ухожу Валдис Вот знаешь, я бы хотел тебя обмануть Сказать, что мы тебя больше не позовем Но ты, как человек, который знает, что можно прыгнуть вместе 201 человек может прыгнуть, а можно прыгнуть потом и 222 Да Ты знаешь, что бывает и 10 ювелирный программ, а бывает и 20 ювелирный программ И бывает один приз, а бывает вообще без приза Суперигра Суперигра бывает, а бывает вообще без приза люди уходят Дорогой Валдис, от нашего спонсора Невероятно удобный грифборг Благодаря которому все, что ты поймаешь на глубине, ты в него раз, можно закрыть сверху, два И вкусное на столе Дети рады, папа сыт, жена довольна Друзья, я прошу вас, поаплодируйте Валдису Пельшу Который является уникальным рекордсменом программы СМАК Валдис, спасибо тебе огромное, что ты там пришел Сейчас я тебе еще поеду Поешь еще смуси, потому что пора уходить Мы хотим тебя поздравить с твоим юбилеем, который будет скоро Друзья, Валдис Пельш сегодня с Маком Валдис, я на секунду отойду, чтобы продолжить с тобой есть икру и веселую пасту И хвастаться твоим грилем Друзья, у нас, к сожалению, на этом все Мы увидимся с вами совсем скоро И вы узнаете, что первоначально знаменитая картина Бориса Кустодиева «Натурщица» называлась «Все, Зая» С шаурмой пора завязывать «Все, Зая»